Всем привет-привет! С вами подкаст образовательного проекта Art for Introvert, Интроверт на кухне. Нам, кстати, часто говорят, как они там называются, правоплошарь интроверта, Art for Introvert, Интроверт на кухне. Образовательный проект Art for Introvert, правоплошарь интроверта, а подкаст этого проекта Интроверт на кухне. Почему? Потому что мы здесь с вами собираемся, чтобы поговорить, как с друзьями на кухне. Мы здесь шутим, смеемся, рассказываем очень много личных историй. Я сразу ставлю дисклеймер. Личных историй будет очень много, поэтому, если вы их не любите, то прямо сейчас переходите в описание подкаста. Там у нас есть подборка, бесплатная подборка курсов, целая программа «Как стать счастливее». И вот там мы в лекторском формате, серьезные и очень-очень экспертные, рассказываем о том, как стать счастливой, разбираем психологические всевозможные проблемы. И это серьезный формат. А здесь мы разговариваем с вами как с друзьями, говорим о наболевшем и, конечно, смешно шутим. Ну, мы думаем, что смешно шутим. Алан думает, что смешно шутим. Итак, с вами Елизавета, ваш постоянный бессменный хост подкаста, который много перебивает, много шутит и рассказывает слишком много личных историй. У меня все в порядке с челюстью. Я всегда так говорю. У меня вроде бы не было никогда дефектов речи. Жду вам в комментариях ваше мнение на этот счет. Итак, с нами сегодня... Та-да-да-да! Алан! У-у-у! Привет-привет-привет-привет! Сейчас снова будут комментарии типа «Начало через пять минут после представлений ваших». Ну, я, кстати говоря, всегда в тайм-кодах ставлю начало, чтобы люди знали, когда начинать. Сегодня мы не будем затягивать. Ну, я надеюсь, кого я обманываю. Это же кухонный разговор. Знаете, это тот кухонный разговор, когда на тусовке в 4 утра самые душные люди собрались на кухне, пока все остальные пляшут под Меладзе в соседних. Итак, и сегодня у нас... Тогда что я здесь делаю? Что ты здесь делаешь? А, ну, мы уже с тобой списали под Меладзе, Алан. Вы знали, что мы с Аланом лучшие танцоры-интроверты? Да, кстати, у нас батлы часто происходят. Каждый раз, да. Как говорится, пишите в комментариях, если хотите это увидеть. Мы заведем Патреон. Лиза и Алан танцуют. Итак, сегодня у нас премьера. Просто отрываю от сердца. Сегодня с нами наш новый психолог. Соня никуда не делась. У нас теперь два психолога. Наша прекрасная Татьяна. Давайте поаплодируем ей. О, как приятно. Привет, привет. Меня зовут Таня. Можно прям на ты. Ну, не всегда можно. Мы здесь всегда на ты. А, всё, супер, спасибо. Можно на ты. Меня зовут Таня. Я социальный психолог. Вот сразу расскажу, чем это отличается от клинических психологов. Социальные психологи занимаются изучением того, как люди вообще ведут себя в обществе, как они общаются друг с другом, воспринимают друг друга и больше разбирают те проблемки, которые направлены на общение людей друг с другом и на их отношения в совместную жизнь, совместное общение. Вот. Если какие-то внутренние кризисные проблемки, не касающиеся общения с другими, вот это уже всё клиники и экзистенциалисты. Как грустно стало. Алан, сегодня не будем наши с тобой проблемы разбирать. Видишь, это нам тонко-то они намекнуло. Мы говорим про отношения, так что, возможно, мы затронем. А то нам Соня всё время говорит, что этим подкастом мы пытаемся бесплатную психологическую помощь не получать. Хотя, мне кажется, если вы давно нас слушаете, вы видите, как Алан вышел из кризиса в прошлом году через подкаст. Да, да, между прочим, так и есть. Да, так что сегодня у нас тема как раз-таки связанная с отношениями. Мы специально подготовили премьеру, нет, не премьеру, как правильно, дебют Тани на подкастах. Таня с нами достаточно давно работает. Можно уже её курсы, между прочим, посмотреть. Так что подписывайтесь на нас в подписочке. Таня, курсы смотреть. Как он называется? Soft Skills, навыки успешных людей. Там блоки про эмоциональный интеллект и про личность. Вот, если вы тоже не знаете, что такое Soft Skills, то обязательно посмотрите. Это бесплатно, первые семь дней. Итак, сегодня мы специально эту тему придумали. Ну, очень она уже давно у нас как-то возникала. Всегда, я бы сказала, всегда в контексте других наших психологических проблем. Сегодня мы специально эту тему подготовили, чтобы Таня презентовала себя, чтобы вы её полюбили, тоже как любите Соню и всех нас, я надеюсь. Ну, ладно, любите всех, кроме меня, Соню, по комментариям. Манипуляции в отношениях. Более того, в романтических отношениях. О-о-о, те, кто скучал по рассказам Алану про его отношения, садитесь, наливайте чай и начинаем. Тема горячая во всех смыслах. Если что, в Петербурге сейчас достаточно жарко. В студии атмосфера накаляется с каждой минутой. Даже если мы молчим, заканчивается воздух. Итак, манипуляции в романтических отношениях. Алан, скажи, что для тебя манипуляции в отношениях? О, ты правда хочешь открыть этот ящик Пандоры? Я здесь только ради этого. Ну, я считаю, что манипуляции в отношениях, во-первых, это нормально. Я считаю, что любые, ну, как, не любые, здоровые манипуляции, это нормально. Мы все манипулируем так или иначе. Но вот опасные манипуляции... Токсик. Токсик манипуляции. Вот это вот, конечно же, очень плохо. Что мне вспоминается в отношениях? Это как в одну, так и в другую сторону происходит, когда вот это, когда молчат, как это называется. Типа, все хорошо. Наказание молчанием. Наказание молчанием. Наказание молчанием, да. Это манипуляция через чувство вины. Когда тебе говорят, нет, все хорошо, а ты как бы чувствуешь, что далеко не хорошо. Подожди, нет, нет. Все нормально. Все нормально. Да, да, да. Угадай, что произошло. Да, да. Сектор приз на барабане. Что еще вспоминается в голову? Да, блин, я сам сейчас против себя буду клеветать. Так. Ну просто скажи, какая у тебя первая ассоциация? Не будем сейчас пока глубоко уходить. С начала подкаста мы начали аж спустя даже раньше 10 минут эту тему, поэтому... Пассивная агрессия, вот. Я амбассадор пассивной агрессии в нашем коллективе. Мы недавно выпускали текст, как общаться с пассивно-агрессивными людьми, и наш дизайнер предлагал мы фотографии поставить на фото. Но это все шутка, это же все неправда, да? Да, да. Да, да. Не слышу, не слышу, чтобы мы активно рады. Да, Алина, да. Мне кажется, что сейчас очень негативная слава у слова манипуляция. Я сейчас так говорю, как будто пытаюсь какой-то ужас оправдать. Но на самом деле, из того, что я, по крайней мере, изучала в теории отношений, и вот, например, есть такая история конфликтологии, что на самом деле манипуляция – это не всегда плохо. Манипуляция – это такой частный инструмент в общении. И как говорил Алан, манипуляции бывают здоровыми, а бывают нет. Мы не можем без манипуляции общаться. Но поскольку негативная манипуляция приносит очень много травм человеку, у них такая дурная слава. И я была в шоке, когда это узнала, потому что для меня манипуляции всегда были со знаком плохо. Ну, это очень круто, на самом деле, что я об этом заговорила, потому что я сюда шла с мыслью, что мне сейчас придётся защищать манипуляции. Потому что манипуляции – они реально вот инструмент, а наносят травмы та цель, которую человек преследует, его используя. И это может быть, ну, как бы какая-то реально тяжёлая манипуляция, может быть, лёгкая бытовая манипуляция. Я когда думала о том, что мы будем обсуждать, я такая думаю, манипуляции надо почекать. И я поняла, что я жуткий манипулятор в отношениях сама. Мы тут втри, втроём соврали. И вот эта вот мелкая манипуляция – это, по сути же, использование… Ну, вот ты знаешь человека, знаешь его особенности, и используешь его особенности там в своих интересах. И эти интересы могут быть вообще безобидными. Я, допустим, не люблю готовить. Да, и я знаю, что мой муж почему-то постоянно хочет есть, и я вот могу ему… Почему-то? Почему-то, да, зачем-то ему нужно. А ладно, расскажи, почему мужчины почему-то хотят есть. Подумаешь, да. Вот, и я как бы могу сразу такая, типа, Саш, мы сегодня на ужин закажем еду или куда-нибудь сходим? То есть, по сути, я сманипулировала, я не предоставила ему… Выбор без выбора. Да, я не предоставила ему возможность подумать о том, что вообще-то могла бы и сама приготовить. Я такая сразу, вот, смотри, у тебя есть выбор. Вот, как бы, давай не думай о том, что я не готовлю, думай, куда мы пойдём. Это тоже манипуляция. По сути, это небольшая манипуляция. Я удивлён, что не последовало никакого комментария. А почему бы ему самому не приготовить, а? Ну, подожди, я вообще-то вежливая, поэтому ждала, пока Таня договорит и сказать, а почему бы. Нет, нет, я на самом деле считаю, что в отношениях все по-разному распределяют обязанности, и, ну, если вам так комфортно, то окей. Я, например, вот, я не помню, как я стояла у плиты. Правда, не помню. Так что я считаю, что это выбор каждого, кто в отношениях готовит. Вот, так что манипуляции... Ещё у меня вот интересный вопрос по поводу манипуляции. Смотри, ну, манипуляция, это не всегда плохо. Манипуляция может быть ок. Но почему... Мы сейчас же все стали такие разумные, осознанные. Часто я слышу такую историю о том, что ты сейчас манипулируешь мной. Вот насколько это... Мне кажется, это тоже манипуляция. Да, точно. Говорит человеку, это сейчас манипуляция. Да, это тоже желание показать вот это чувство вины вызвать у человека, поскольку у нас все считают, что манипуляция — это супер ужасно. И если тебя напоймали на чём-то ужасном, то ты сразу должен оправдываться, отступать, и делать то, что тебя ждёт другой человек. Вот оно ещё. Мне некомфортно, когда со мной так разговаривают. Нет, возможно, ей правда некомфортно, когда я так разговариваю. А почему ей так не надо сейчас тут? Я про в принципе говорю. Возможно, ему так некомфортно. Возможно, этой персоне никому действительно некомфортно. Спасибо, Лиза. Слушайте, вот давайте сейчас про манипуляции. Мне вот что интересно. Понятное дело, какие вообще типы манипуляции, Тань? Ну, смотрите, манипуляции можно разделить на два таких принципа. Вот первый принцип — это как мы усваиваем информацию и на какую информацию наш мозг делает акцент. Вот это та манипуляция, по которой я рассказала. Не дать возможности даже думать о чём-то. И там тоже есть дофига принципов про то, как мы воспринимаем информацию. Допустим, мы достраиваем картину, да, если мы что-то думаем. А можно на примерах, чтобы... На примерах? Ну вот смотри, я тебе говорю, Лиз, как ты думаешь, какой стул стоит в соседней студии? И ты сразу такая, так, какой стул стоит в соседней студии? Ты достроил картинку, что есть ещё студия, есть ещё стул, а этого всего, в принципе, может и не быть. И вот такая второстепенная информация, которая тебе подаётся, это тоже по факту манипуляция твоим сознанием. Вот. А второй вид манипуляции, он связан с такими общими психологическими реакциями людей. Записываем. Записываем, да. Вот. И это, может быть, такие общие принципы психологии людей, принципы того, как люди вообще стремятся взаимодействовать друг с другом. И вот здесь как раз-таки принцип того, что люди хотят быть последовательными, да. Поэтому если там я начала принимать какие-то решения, то мне там легче принять вот это финальное конечное решение, нежели мне там его сразу предложат. Или принцип контраста. А вот мне интересно по поводу финального решения. Давай чуть подробнее остановимся. Давай. Это очень похоже на ту вещь, этот, конечно, отдельный разговор, тому, чему с детства нас готовят условно в отношениях. Я не знаю, Лан, как мальчиков готовят к отношениям. Ну, у меня, например, нет родных братьев, я не росла в такой середине, где рядом со мной всегда видела, как растёт человек с мужской генерной социализацией. Но девочек даже не всегда в семье. Сама культура тебе об этом говорит. Там тётя Наташа, учителя, когда что там воспитательная. Девочка не должна говорить напрямую. Девочка как будто всегда готовит быть манипуляторами. Типа говорят, не будь такой прямолинейной, не будь такой грубой. И это сейчас не к тому, что чёртов патриархат гори. Конечно, я всегда готова. Но я имею в виду о том, что как будто бы с детства тебя готовят к таким манипулятивным историям, и ты их вообще воспринимаешь как единственный путь. Например, мне всегда говорили, Лиза, мужчина — это голова, а женщина — шея. Мужчина должен подумать, что эта мысль ему сама в голову пришла. Да-да-да, типа будь мудрой, женщина. Будь мудрой. И на самом деле, будь мудрой на русский язык, это переводится «будь манипуляторшей». Причём, знаете, такой конченый манипуляторшей. Сейчас вот прям скажу, как думаю. Потому что такой пример. Есть у меня родственница, которая мне говорила, Лиза, нельзя говорить молодому человеку, мужчине, о том, что поменяй лампу. Ну, типа, ну, я, кстати, никогда не понимала, в чём проблема самой поменять лампочку. Ну, окей, это отдельный вопрос. Допустим, нужно поменять лампочку. Ну, давай вот по принципу последовательности. Я рос там метр с кепкой, поэтому я могу попросить кого-то поменять лампочку. И я в своём сознании, преисполнившись, я говорю, нужно поменять лампу, поменяй, пожалуйста. И человек не меняет. Я говорю, ты обещала поменять лампу, поменяй, пожалуйста. И мне говорят, Лиза, так нельзя говорить. Нужно говорить так. Знаешь, мне так темно. Мне так от этого грустно. Через какое-то время. Ой, у нас так мрачно, у нас так сумрачно. Мне от этого портится. И крайне, если там вот на той стороне не поняли этих намёков, а я не мастер намёков вообще, человек, который всегда прямо как вот танк выезжает в любые вопросы, нужно сказать что-то вроде, уже если человек не понимает намёков, например, там, приготовь мне поесть. Ты говоришь, ну вот темно, я не смогу готовить. Как раз таки вот там этот человек хочет поесть, но он не получит поесть, пока не поменяет эту лампочку. Я сейчас вам написал. Я не понимала, зачем нужна такая долгая схема. Смотри, ты сейчас описала шантаж. Я сейчас вам скажу. Ну, ты сейчас описала эмоциональное давление и шантаж. А последовательность здесь, знаешь, какая была бы? Вот ты говоришь, пожалуйста, можешь принести стремянку? Пожалуйста, посмотри, какая из лампочек лучше. И потом, когда он всё это сделал, ты уже такая, пожалуйста, поменяй лампочку. И он такой, ну я же уже соглашался-соглашался, соглашался-соглашался, ну соглашусь я поменять эту лампочку. Вот это была бы вот последовательность. А это нормально вообще так делать? Ну, смотря с какими целями, да. Мне просто ужасно не нравится, когда так делают, потому что меня так делало в семье, меня так в семье делали, когда ты, ну, занят, и начинается такая история по поводу того, что принеси, например, Лиза там, про пылесос. Я правда сейчас занята, объективно занята, не потому что я хочу сесть там, балду попинать. Говорит, Лиза, принеси, пожалуйста, пылесос. И потом начинается, вот человек очень медленно готовится к тому, что он сделает, то, что просил тебе сделать, показывая. «Смотри, ты не был. Я тут это делаю, хотя ты обещала». Я такое терпеть не могу. Меня прям такие манипуляции ужасно раздражают. И я стараюсь со своей стороны такое тоже не допускать. И это, кстати, мне кажется, тоже важно, потому что часто, когда нас раздражают какие-то манипуляции или поведение со стороны других людей, надо ещё самим за собой такое замечать, потому что часто нас раздражает других то, что мы сами делаем. Вот. И я терпеть не могу такие манипуляции. Неужели такие вещи — это здоровые? Блин, я... Нет, смотри, дай... Я сейчас хочу такую историю добить, потому что, когда... Время личных историй! Если не хотите слушать личные истории, переходите, смотрите нашу подборку. Там всё чётко по делам, и Таню не перебивает. Давай, высказывайте, я потом договорю на Лизин ответ. Я хочу сказать про ту самую мудрую женщину, про которую ты сейчас записала. Вот, когда такие мудрые женщины сталкиваются с такими, как я, ну, туполобами, которые нифига не понимают намёков, доходит до того, что мне вот не приготовить, потому что темно, да? Я такой, ну, включи свет. Свет не включается. Я тебя просила сделать лампочку. А я такой, ты меня не просила сделать лампочку. Если бы ты мне попросила сделать лампочку, я бы сделал лампочку. Всё очень просто. Вот есть цель А, вот есть А, пункт Б, пункт. Вот мне скажи, нужно бы в Б. Я приду и в Б сделаю это всё. Друзья, вы сейчас не видите, Алан руками показывает лампочку А и Б и движение к ней. Ну, это бесит. А потом, когда вот это всё происходит, ты думаешь, ну, почему ты не задаёшь прямой вопрос, почему ты не делаешь прямое заявление, что тебе это необходимо? Не факт, что на 100% с другой стороны тебе это дадут, но, скорее всего, это исполнится. Но в здоровых отношениях. Просто если двигаться по этому пути манипуляторства, я бы сразу говорю, короче, идея такая. Хочешь есть, выручивай лампу. Лампы нет, никто не ест. Это шантаж. Ну вот я сразу перехожу к шантажу манипуляции. Сразу шантаж, да. Ну вот смотри, потом вот есть несколько этих психологических принципов, да, по которым можно строить манипуляции, и есть ещё манипуляции на эмоциях, и манипуляции на эмоциях обиды, манипуляции на эмоциях чувства вины, вот здесь жалости друг к другу. И вот это, на самом деле, самые страшные эмоции, эмоции. Мы любим шантажировать, хотела сказать, мы любим манипулировать людьми на их страхе, допустим. Знаете, никого ты себе лучше меня не найдёшь. Да кому ты нужна, да. И вот это всё манипуляции на страшных эмоциях. И вот это уже абсолютный токсик, и те истории, которые нельзя защищать, и нельзя говорить, что они правильные. Ну это какие-то прям прям прямые манипуляции, которые даже не интересны. Ох, ну серьёзно. Слушай, Алана, они работают на самом деле, потому что вот когда людям так говорят, ну то есть с теми людьми, с которыми это работает, это значит, что это их потаённые страхи. Ну то есть прям вот такие тупые штуки, которые нам кажутся тупыми, это значит, это не значит, что они действительно люди, которые на них повелись, они глупы или что-то там. Потому что наверняка и у тебя, и у меня есть какие-то точки, которые другим людям покажутся идиотскими. Ты думаешь, дурочка на такое вестись, а я уже бегу первая там, бегу, ведусь на манипуляции. Я всегда ведусь на манипуляции, не только в романтических отношениях, но и в дружеских. Знаете, такая проблема, когда человек загадочный и таинственный. Я такая, о боже, это интроверт, который ни с кем не разговаривает и кажется таким глубокомысленно, всё, моя остановка. Всем до свидания, мне необходимо построить осаду вокруг этого человека. И сейчас я такая, Лиза, что ты делаешь? Остановись. Ну всё, понимаете, поезд уже выехал. И я понимаю, что для многих это очень глупая история, а там даже манипуляции не куриц. И чем дольше человек, типа, строит из себя загадочника, я как Бэтмен в последнем фильме больше продолжаю носиться. И тут нужно подумать, наверное, почему люди, которым говорят, то себе никого не найдёшь, так делают. Почему я это делаю? Наверняка, как у всех наши детские травмы. Тут, наверное, ещё рекомендация такая. Если на вас это влияет, то, ну, надо поработать. Ну, правда, если на тебя влияет, когда тебе говорят, ты лучше меня никого не найдёшь, и тебя это триггерит, блин, надо точно прорабатывать. Потом мы же говорим про манипуляции в отношениях. Если мы вступаем с человеком в отношениях, то мы подразумеваем, что он нас очень хорошо знает и понимает. А если он так хорошо знает меня и такое говорит, то, наверное, у него есть на это основание. И это прям прямой запрос психотерапии. О, у меня такой прям вопрос сразу же в голове возник. Насколько нормально в порыве ссоры, серьёзной, жёсткой ссоры... Бить людей нельзя. Нет. Послать психотерапевту? Нет. Это уже уголовно. Это уже уголовка. Я ними просто говорю. Я не про физическое насилие. Насколько нормально говорить какие-то слова, которые, ну, как принято потом говорить с людьми, я так не считаю, я в порыве эмоций это сказал. Или всё, что сказано в порыве эмоций, действительно то, что человек думает? Слушай, это вообще манипуляция. Ну, ты знаешь, когда люди в пылу гнева говорят какие-то вещи, по самым больным точкам бьют, это вообще ок, не ок, типа. Да, сейчас отлично. Правда ли люди так считают? Ну, смотри, здесь зависит от того, что за человек перед тобой. И это может быть в первую очередь, когда человек действительно в порыве эмоций это выкрикнул, но стоит разобраться потом, спокойно говорить, почему ты так сказал. И, возможно, тебе скажут, потому что я знаю, что тебя это задевает. И тогда это манипуляция. А, возможно, это такой же крик души, когда человек действительно так считает, но не может сказать это напрямую. То есть тут очень всё то. А как понять, что из этого? Ну, тварь для рожащей или... Или право иметь, да? Ну, потом просто приходить и разговаривать об этом. Ну, здоровые люди разговаривают словами, через рот, без эмоций. В смысле? Я послала песню ВКонтакте и стикер в Телеграме. По-моему, я сделала всё для этих отношений. Я шучу, друзья. Я шучу, я так на самом деле не считаю. Я переросла. Предлагаю почеку. Ну, ты сказала, кстати, переросла, и хочется поднять такую тему, что чем мы младше, чем у нас меньше жизненного опыта, тем больше мы ведёмся на манипуляции. И очень часто девочки ведутся на такие манипуляции, которые называются... Ну, нельзя сказать, что она как-то называется, но это такой приёмчик манипуляторов, когда они очень сильно ускоряют отношения. И девочка не успевает понять, что происходит, а он ей уже такой, я тебя люблю. Да я видела, как девочки урожить. В прирастах на это ведутся. Ну, чем младше, тем они быстрее ведутся. Я вообще не против... Алан, знаешь, мне кажется, у тебя какая-то болезненная точка, ты переводишь на себя сейчас. Я просто... У меня просто есть сейчас подружка, которая замуж выходит, они меньше года знакомы, она в другую страну переезжает к этому человеку. И там как раз-таки всё растёт на... Аля, вот вчера мы познакомились, завтра розы, послезавтра предложение, и я такая... Блин, это я. Нет, я сама просто велась на эту историю, когда, ну, там, через два дня он приезжает к тебе в другой город, признаётся в любви, и вот здесь срабатывает такая эмоция, если у тебя всё то же самое взаимно, всё ок. Ну, надеюсь, что у тебя у подружки всё ок. Но бывает так, что ты не успеваешь проявить ответное чувство, оно ещё в тебе не появилось, а ты такая смотришь и думаешь, блин, он так сильно меня любит. Ну, веришь во всё это. Как МакАдамс, как Гослинг любит МакАдамс. Он же так сильно меня любит, как я не могу любить его в ответ, и ты начинаешь как бы любить в ответ, просто потому, что, ну, у нас, опять-таки, это один из принципов, мы обязаны отплатить добром за добро. Слушай, а у тебя была такая история, да? У меня? Да. Да, была такая история. А через месяц он говорит, ну, что-то как-то... Я просто с первым парнем встречалась, потому что, ну, во-первых, я считаю, что была вот такая история, что всё быстро понеслось, а я же ни с кем до этого не встречалась, и вот мы уже целуемся в день города, поцалюту, ну, типа, всё красиво, а потом я поняла, что ещё все подружки начали с кем-то встречаться, я подумала, что мне тоже надо. И я сейчас думаю, что у многих были эти отношения про то, что, ну, вот человек так чувства проявлял, и тебе казалось как-то неудобно ему не ответить. Да-да-да. Вот это неудобно не ответить, это такое вообще тоже... Все-таки смотри, парень-то как влюблён, смотри, как он страдает. Это пунктик, который использует манипулятор не только в отношениях, и он даже, знаете, на чём строится, не на том, что тебе неудобно не ответить, а на том, что если ты не отвечаешь на что-то, что для тебя вот предложили, тебе сразу хочется сделать шаг назад и согласиться на что-то поменьше. То есть он может тебя попросить, Лиза, давай ты мне отдашь своё сердце, и ты такая, я не могу отдать тебе сердце, ну, хотя бы ужин, как бы. И вот на ужин ты уже идёшь, потому что, ну, я же не отдала ему сердце. Алан, ты так подкатывал девушку? Ну, я никогда не звал замуж, но я знаю об этом приёме, я забыл, он в продажах используется, когда ты делаешь супер невероятное предложение, на которое точно скажут нет, и потом делаешь поменьше предложение, ну, два раза нет, сложно человеку сказать, поэтому он такой, ну, ладно, давайте вот на вот это согласен. Слушайте, а как разграничить тогда шикарное ухаживание и манипуляцию? Ну, в шикарных ухаживаниях, если ты скажешь парню о том, что, слушай, для меня это слишком быстро, для меня это слишком высокая планка за наши два дня с тобой общения, он тебе скажет, окей, давай на каком-то сейчас уровне с такого и начнём. Если это здоровый, то так и произойдёт. Если что-то не так, он начнёт тебя обвинять, ты разбил моё сердце, я чувствовал, что ждал тебя всю жизнь, а ты такая-сякая мне не ответила. Ну, как бы это главное, мне кажется, принято. Или вопросы, то есть я правильно понимаю, что тебе не нравится, что я так делаю? Прекрасный вопрос, я его слышала на прошлых подкастах с Соней. Слушайте, хорошо, а вот мы с вами поговорили про вот эту манипуляцию ускорения отношений, давайте поговорим про манипуляцию удерживания в отношениях, потому что мне кажется, что все знают, и, может быть, вы сталкивались, нам с вами всем не 13 лет, с историей, когда в романтических отношениях человек пытается выйти из них, и другой партнёр манипулирует так, чтобы продлить эти отношения на максимально долгий срок. То есть это история про то, что люди, про то, что ну давай ещё подумаем, ну вот я обязательно исправлюсь. И сейчас я говорю абсолютно безлично в плане, это могут делать и мужчины, и женщины, как говорится, небинарные персоны, все, кто могут стоять в отношениях, абсолютно любой человек. Какие есть манипуляции? Ну знаете, давайте сейчас вернёмся опять к школе злословия женской генерной социализации. Мужчина может предложить вдруг внезапно выйти замуж, хотя, ну, девушке, хотя они когда... Это такой способ удержать в отношениях, ну, партнёров. Да, или, например, ребёнок тоже часто является вот такой историей, тоже некой манипуляцией. Я не говорю, что каждый человек... Я вообще так не считаю, что каждая женщина мечтает ребёнком удержать в себя мужчину, но такое случается, ну, действительно. Или есть манипуляции, когда человек... Ну, самое жёсткое, когда я убью себя, если... У меня были такие отношения. Это даже не манипуляция, это уже переходит к шантажу. А что делать вот в этом случае, кстати? Там ещё есть история... Не включаться в шантаж и анализировать, действительно ли она может себя убить. А если да? А если да, скорая психологическая помощь, приезжают, тётеньку забирают. Ну, а ты какую рекомендацию... Дяденьку, тётеньку забирают. Какую бы ты рекомендацию дала? Вот, ну, есть... Да, блин, я бы сам... Я считаю себя довольно непробиваемым человеком, но я бы сам испугался бы, и я такой, блин, я не знаю, что в этой ситуации делать, если бы вдруг мне потенциальный там партнёр в отношениях сказал бы мне такое. Что делать? У меня была история, что я даже... А, кстати, я сказала, это были отношения, но это даже отношениями не было. Я просто... Мы даже не были в отношениях, и мне просто уже угрожали. Я сначала переживала, а потом сказала, слушай, знаешь что? Короче, я уже всем написала твоим друзьям. Они все знают, что обещала убить себя, но я как на это повлиять не могу, я не буду с тобой встречаться столько, потому что ты хочешь убить себя. Пока. Чёрный список. Кстати, до сих пор жив чувак. Всё с ним в порядке. Я очень рада, что у неё всё хорошо. Девушка есть. Если ты уверена, что это шантаж, то это нормальный выход сказать, что я не беру на себя ответственность, и всё. Если ты боишься, что действительно партнёр сейчас готов прыгнуть с крыши из-за тебя, то ты ему проговариваешь, я остаюсь, чтобы ты пришёл в себя, чтобы ты пришла в себя, не знаю, ты, он. Ты ему говоришь, я остаюсь, но не потому, что я тебя люблю, хочу с тобой быть, потому что мне нужно, чтобы ты успокоилась и вышла из этого состояния. Слушай, ну это же бесконечно может длиться. А там позвонить, там, я не знаю. Нет, а потом ты ему спокойно говоришь, я больше на это не повернусь. Ну, как я понимаю, что... Ну, то есть если это произошло, прям вот у тебя на глазах она стоит на окне... А, понятно. Ну, слушай, тут, конечно, я не знаю, кем надо быть, чтобы сказать, прыгай. Рискни. Рискни. И передаёшь ответственность. Нужно потом позвонить куда-нибудь врачам. Я думаю, семье. Нужно сказать семье о том, что был такой эпизод, и дальше это ваша ответственность, то есть снять с себя все вот эти моральные обязательства. Ну, а если она стоит на окне, то ты действительно вызываешь скорую, и у нас есть психиатрические скорые, которые по городу. Опять в печали, да? Давайте чуть-чуть назад. Да, давайте с ним, да, друзья. Какая-то печальная тема. Надеюсь, никого не триггернуло. Хорошо, про манипуляции, про удерживание. Ещё, знаете, есть экономическое насилие. Ну, то есть оно вроде не кажется насилием, когда в отношениях один партнёр зависит от другого в деньгах, и он говорит, вот, ты привык-привыкла к такому образу жизни, без меня этого не будет. Вот такое же тоже бывает. Да, сам таким баловался, потом осознал. И у кого на шее ты сидел? На эту сторону эмоции, это опять-таки про страхи, то есть человек прекрасно понимает, что боится его партнёр, да, если его партнёр боится остаться там без денег, то он будет манипулировать за счёт этого страха, постоянно тыкать, что ты не сможешь найти такую же финансовую обеспеченность, ты не сможешь сама заработать. И это вообще абсолютно в той же линейке, что ты сказала, ты себе такого никогда больше не найдёшь, как я. Это всё то... Но это иногда даже неосознанно бывает. То есть я вот свои манипуляции начал недавно только осознавать, как я могу. Да, конечно, неосознанно. Мы этому учимся всю жизнь, бессознательно мы это всё воспринимаем, смотрим, как люди реагируют. Мне кажется, мы от родителей очень много берём. Вот модель отношений родителей, мне кажется, очень сильно переносит. Да, ну, то есть абсолютно с тобой согласна в этом плане. Если между мамой и папой угрожать, прыгнуть в окно было нормой, то ты первое, что сделаешь в сложной ситуации в отношении, сделаешь то же самое. Ты в любой непонятной ситуации, в любой непонятной ситуации есть как было и «Сумерек». Мы вернулись опять к суициду, ребята. Ну что такое? О, кстати, ты же смотрел «Сумерки, Алана?» Конечно. Давайте на примере «Сумерек» разберём, какие там были манипуляции. У меня уже очень плохо помню, что там было, но я точно помню, что там было вот это «Я себя убью». Там ещё шантаж был. Не помню, что, Лиза. Ты давай кидайся тогда эпизоды. Сейчас, давайте. Я небольшой фанат «Сумерек», сразу говорю. Я к ним нормально отношусь, я не считаю, что это прям что-то позорное. Просто я не была такой гигантской фанаткой в 2000-х. Я считаю, что просто, с одной стороны, очень крутая франшиза, как книжная, так и киношная. Первый фильм, правда, очень хорош, который изменил отношение к женскому кино, который снимают женщины. Но, к сожалению, там много нездоровых паттернов есть, которые, как я понимаю, огромное количество девочек впитало. Я впитала эти нездоровые паттерны из других франшиз. Так что не то, чтобы я тут лучше, чем другие. Аниме. Аниме. Сакура и Саски. Не-не, в моем случае не Сакура и Саски. Хината и Наруна. Ну, вот там, кстати, есть вот этот паттерн, что такой сложный, загадочный парень. Пойду, разобью себе лепёшку, чтобы узнать, что с ним. Ну, правда. Ну, он же мудак. Да, да. Не-не-не, мой типаж это не Саски. Мой типаж... Саски, он просто социальный. Мой типаж это какаша. Я буду... Боже, он такой... Нет, знаете, он ещё должен быть странным. Вот если есть суперстранный человек, ещё и закрытый, я такая... Всё, погнали, мы должны как минимум подружиться. Ну, а чем тебе не Эдвард из Сумерек, по факту? Не, Эдвард из Сумерек, он же такой пафосный. А тут должен быть человек с придурью. Вот, в Сумерках нет моего типажа. Понимаете, идеальный странный типаж, это какаша из Наруна. Сейчас я не знаю, из другого кино чем придумаю. Ничего в голову не приходит. Да, в голову не приходит. Я потом вспомню, наверняка же у меня была какая-то такая история. Ну, так вот, про Сумерки, смотрите. Там же есть вот этот момент, что Эдвард очень долго не допускает с Беллой близости, когда они даже уже совершеннолетние. Хотя, конечно, сколько у них? Сто ли это разница? Буквально. Вот, он очень долго не допускает её до близости и не допускает её до того, чтобы она стала вампиром, таким образом упрочнив их отношения. Потому что, по сути, если бы она стала вампиром, как я это понимаю, я понимаю, что всё это метафора, вампиров не существует, я в курсе. Так вот, она хочет стать вам... Алан, мы поговор... Блин, мы хотели с Таней отдельно поговорить с тобой и Соню позвать с Дашей. Прости, что получилось вот так случайно. Ещё есть новость про Деда Морозова. И про Хогарт. Блин. Так вот, история такая, что она хотела стать вампиром, хотела с ним близости, в том числе сексуальной, потому что она хотела, чтобы их отношения были крепкие. Она хотела каких-то гарантий. Но он не допускал этого, но при этом её не отпускал. То есть он так или иначе там появлялся, возвращался. Я не говорю, что Белла идеальный персонаж. Они два манипулятора. Ну да, это очень странно сказала, что она хотела близости, чтобы отношения стали крепкими. И вот здесь мне Эдвард кажется более разумным чуваком, который понимает, что это не факт. Он её стал, Кирилл. Не обесценивает, его не обожествляют. Короче, он тот ещё говнюк. Ну и она далеко не разумная девочка. Ты покупаешь отношения, что ты там рискуй, да, все рискуют. А потом ещё и с этим Эдвардом. Никто не обещал, что тебе не будет больно, и я не игрок. Ну и он тоже хорош, блин. То появляется, то исчезает. Но ты либо появись, либо исчезни. Нет, там такая история, да, что он говорит ей, смотрите, что мы не можем быть вместе навсегда. То есть она говорит, я хочу быть вместе навсегда. Мы не можем быть вместе навсегда, но при этом это кто рядом с тобой? Привет, привет. Это знаете, тот бывший, который сначала тебе сказал, давай разойдёмся, или бывшая у кого как. Давай разойдёмся, всё, мы не можем быть вместе. А потом, кто это у тебя на сториз? Тебя кто это? Привет, спишь? И ты такой, чувак, прости. И он такой, ладно, хорошо. Вот она, появился рядом Джейкоб, и он снова появился рядом, ну, Эдвард. И Белла ещё манипулировала Джейкобом для того, чтобы Эдвард остался рядом с ней. Настроение пересмотреть сумерки, я вообще не помню, что происходило. Но я, кстати, помню, что она прыгала со скалы, чтобы он появился. Супер. Переведу тему, сори. Супер. Таня, что тебе как-то всё возвращает к тебе, прыгает. Да, я как-то это триггернула, зацепила, и я теперь думаю, самое жёсткое просто форма манипуляторства. Просто там была такая, с точки зрения Эдварда... Друзья, если что, я не считаю, что Эдвард самый плохой там персонаж, они там все хороши, потом мне напишут, Лиза ненавидит. Он ей манипулировал ещё так, что говорил, что я о тебе забочусь. Ну, но при этом он не исчезал из её жизни. Если ты хочешь... Я понимаю, что он такой бэтбой, мальчик на девятке, на разборках в лесополосе буквально, с Вальтуре. Но, понимаете, история такая, что он... Чтобы она была в безопасности, он должен навсегда исчезнуть из её жизни. Но он продолжает постоянно навязчиво в ней появляться. Это нездорово, друзья. Но это же романтично. Нифига это не романтично. Романтично это, как я игнорирую до последнего. Вспоминаю, как он ещё опять-таки разгонял их отношения, когда они только завязывались, там, клялся ей вечно любви, что ты мой личный сорт героина. Откуда это пошла фраза? Это я личный сорт героинии. Он сидел и смотрел, как она спит. Ребята, это кринж, это крипи, это просто... Смотрите, не берите на вооружение, но работает, но работает, когда... Если что, я не согласна с Алланом, мне не нравится этот дисклеймер. Не-не, я же говорю, не брать на вооружение, но просто я же говорю, я анализировал много, как я поступал, и... А я думал, ты анализировал сумерки. Десять лет подряд. Сумерки, когда Эдвард там говорит, ты такая особенная, только с тобой я могу что-то испытать, или это... Это работает всегда. Это сразу же... Синдром спасателя в действии. Ну, это вот в обратном, говорить человеку, противоположному, ну, вот твоему партнёру, говорить о том, что, типа, только с тобой я могу вот это вот испытать. И как бы ты же не говоришь, что, типа, будь со мной, ты не обязываешь ничего, но просто ты говоришь, насколько твой партнёр идеальный, что только с ним ты можешь эти чувства испытать. И ты обожествляешь своего партнёра, а он для себя сразу же начинает чувствовать, блин, ну только со мной он может это испытать. Это пипецкая манипуляция, да. Всем хочется быть особенными, и мы на ней ведёмся. Да нас этому культура учит. Помните в кино, там, ты такой единственный-единственный, ждала, ждал тебя всю жизнь. Вот мы как две половинки, soulmate и всё остальное. И это реально, ну да, работает. В 15 лет я в такое верила. Я всё ещё считаю, что несправедливо, что Орландо Блум не ответила на мои сообщения, когда я писала, что он особенный. Хотя, знаете, что я 10 лет писала в Твиттере Стивена Фрай, он всё-таки один раз мне ответил. Ну что ответил? Он что-то я написала там про новый фильм, сказал, о, thank you, типа, 10 лет писала почти каждый день в Твиттере. Таня сейчас такая, Таня, ты просто не была с нами на ещё других подкастах. Вы видите, глаза Таня, с кем я работаю? Спроси у Сони, она тебе передаст, какие у меня проблемы, чтобы ты знал на будущее. Слушайте, ну да, это же такая история про особенное-особенное, и когда это давит как раз на вот эту спасательскую тему, если у вас есть хоть малейшее желание спасать, ну, вот эта вот странная нездоровая история синдрома Суса Христа, что ты можешь всех спасти, то, да, это будет работать. Ну, у нас ещё есть не только спасти всех, у нас, как у девочек, есть это вывести на путь истины. Поэтому вот мы влюбляемся в музыкантов около метро, потому что он непризнанный гений и талант. И у нас вот есть вот это вот чувство, то, что я вот сейчас его возьму, такого особенного, и единственное, разгляжу в нём светлые стороны и сделаю его просто героем всех концертных площадок. Он непонятый гений. Да. Непонятый гений, да. То есть нас тянет на вот такую обособленность чуть-чуть мужчины. Он себя так ведёт, потому что ни разу не чувствует любовь. Слушайте, с девушками это же тоже работает. Ну, сколько парней такие, я помогу ей встать на ноги. Да. Вот это же тема спасательская, она работает в обе стороны на самом деле. Ну что, бахнем чайку. Ещё, знаете, есть манипуляторская история, которую, мне кажется, надо проговорить в отношениях, связанных с тем, что люди начинают встречаться и сначала всё окей, всё нормально. Вот, ну, уже встретились, понравились друг другу, а потом начинается, ну, вот тут вот не то, так не то. Опять же, в обе стороны работает. Вот так не одевайся, так не говори, друзья твои какие-то стрёмные, поменяй их. Вот, поменяй. Вот это цель, ты сейчас говоришь цель, смотри, вот её можно добиваться там жёстким абьюзом, можно добиваться манипуляциями. Но сказать, что вот эта вот история конкретно, это манипуляция, то это нельзя, потому что вот это конечная цель, к которой человек хочет прийти. Там ещё и градации есть. Там ещё и градации есть. 50 оттенков манипуляции. Мы, смотри, вначале проговорили, что манипуляция это инструмент, а вот то, зачем мы используем манипуляции, это уже... Вообще нормально менять партнёра? Ну, это вообще нормально в отношении? Да, конечно. Нет, я сейчас понимаю, что нормально мы все меняемся. Давай странный вопрос, перефразируй. Да, странный вопрос, простите. Это я потом такая. Иногда люди такие странные вопросы задают. И тут же сама села в эту лужу. Нет, знаете, по поводу того, когда пытаются кринным образом изменить партнёра и человека. Понятно, что дело, что мы все меняемся, там, отношения, например, некоторые разрушаются, потому что, ну, вы просто поменялись там за условно три года отношений, и вы вошли в это одни люди. Особенно, знаете, когда люди, в 18 лет встречаться, там же такой интенсивный рост личности, и в 21 вы уже просто другие люди, вы такие, ну, уже всё, не сходится. Но я про то, что когда люди начали встречаться, и всех, казалось бы, всё устраивало, а тут, вот, расскажу пример, эти люди не слушают, эти друзья мои не слушают мой подкаст, поженились пара, там, встречались, по-моему, на третий год они поженились, прошло там какое-то время, и вот парень говорит, слушайте, ну, у неё вообще нет никаких интересов, она вот только дома сидит, сериалы смотрит, ну, вот она, типа, у неё подружки какие-то дурацкие, я такая, так, типа, это не то, что внезапно произошло, вот, знаете, на третий год отношений, чувак, так было с самого начала, что ты там, на что ты там надеялся, вот, или, вот ты одеваешься не так, перестань так краситься, перестань общаться с друзьями, мне кажется, это все какой-то, как бы, красный флажочек в отношениях. Да, и причём ты спросила вопрос, нормально ли менять партнёра, я так думаю, странный вопрос, потому что я его поняла так, что вот менять партнёра, вот уходишь от этого, приходишь к другому, а ты такая, ну, нет, один раз в 14 за ручку подержались, за жизнь вместе. Да, это максимально странный вопрос. Я известная сторонница телегонии. Шутка, это шутка, это была ирония, это про телегонии, я не верю в телегонию, это антинок. Что такое телегония? Это когда считается, что, вот у тебя был первый половой партнёр, ну, ты женщина, у тебя был первый половой партнёр, а потом все дети, даже от других половой партнёров, вот эта вот история, будут рождаться от него. Вы же поняли, о чём я? Да. Вот Таня просто такое лицо, как будто бы я сейчас к ней прихожу. Таня, я серьёзно верю в то, что земля плоская. У меня в семье так, мне вот такие вещи говорили. Ну, сочувствую. Сочувствую. Сочувствовала. Вот, то есть я, естественно, считаю, что нормально меня не будет. А знаешь, откуда эта информация была взята? Из таких же, типа, программ, как на РЕН-ТВ, про Лёшеньку моя любимая, про Лиз, будь я не на Лёшу. Слепая, я фанат слепой. Ух, ну, Тань, давай вернёмся. Да, давай вернёмся к вопросу, насколько нормально вообще изменить себя или попросить другого человека поменяться в отношениях. Это нормально до той степени, пока это приемлет другой человек. Звучит глупо, но здесь просто действительно нужно, если тебя просят поменяться, понять, насколько это для тебя критично, насколько это действительно будет притворство, если ты будешь стараться измениться, или ты там принимаешь, что да, действительно я понимаю, что мне там было бы полезно пообщаться с кем-то ещё. Если ты понимаешь, что мне в жизни не хочется общаться ни с кем ещё, и для меня это абсолютно бесполезно, и я делаю это через силу, только чтобы угодить своему новому парню, то нет, это такой звоночек, чтобы идти и менять человека, уже в плане уходить к другому. А вот я сейчас жёсткую вещь скажу, точнее перед этим вот скажу, насколько это плохо, я понимаю, что это плохо, насколько это плохо, ну вы наверняка слышали, ну вам, конечно же, такого не говорили, но парням часто говорят такое, типа, надо брать молодую, потом воспитать под себя. О, я такое знаю, я такое слышала, я такое слышала, ну мне такое никто не говорил, хотя Алла Пугачёва, как говорится, Алла Пугачёва давно просекла эту фишку. Нет, я такое слышала, я вообще почему, так несколько, ну агрессивно, я вообще очень отношусь всегда с осторожностью к отношениям с большой разницей в возрасте, потому что чаще всего там, и не важно там мужчина на самом деле или женщина, потому что смотря в каком возрасте это разница, потому что когда человеку 17 лет, а другому там уже 30, мы понимаем, что да, возможно, это самая чистая прекрасная любовь, но вообще-то человек только там вылетел из родительства в гнезда, его действительно поспитывают под себя. Там лет 40 разница. И мне такое, типа, всегда казалось очень отвратительным. Ну на эту тему я тебе могу сказать, что это не совсем нормально, поскольку если у людей большая разница там больше, чем целое поколение, то, скорее всего, да, действительно, ты возьмёшь себе молодую девочку, воспитаешь её под себя, потому что она вот ищет в тебе какую-то такую отцовскую заботу, но в один момент девочка растёт до момента, когда ей не нужна будет отцовская забота, она поймёт, то, что она потратила там на вот это вот до воспитания с тобой, и просто отношения потеряют любой смысл, потому что они держались на том, что ты для неё был папой, а она для тебя была дочкой. А ещё она станет личностью, начнёт своё мнение выражать, и это тоже человек начнёт раздражать. Потому что она перейдёт в такой подростковый сложный возраст, когда уже ей захочется от тебя отделиться, а ты-то её так и продолжишь воспринимать. Слушайте, ну, как говорил мой мерзотнейший препод по истории, у него была такая присказка, жёны стареют, а третьекурсницы нет. О-о-о! Это вот про таких людей, которые такие отношения, ну, серийно заводят. Слушайте, а про манипуляции ещё хотела сказать. Манипуляции денежные. Давайте, ну, потому что... Почему меня волнует тема с манипуляциями? Я не знаю, как там в... Скажешь, там, в мужской гендерной стилизации, как... Ну, правда, я не была мужчиной, поэтому ничего не могу сказать. Но в женском, начиная от того, что с детства говорят про шею и голова, вот эта вот вся история, или там мягко нужно мужчине на что-то намекнуть. Есть ещё история про все эти курсы, про отношения которых очень много. Мы не будем называть этих авторов курсов, ну, из уважения к, скажем так, к людям, которые этим занимаются, контентом. Которые, я понимаю, есть вот психологические курсы. Сейчас я не пытаюсь там вбить в грудь нашему продукту, но суть в том, что мы обычно там рассказываем какие-то, ну, действительно информацию от психологов. Не даю мне каких-то, знаете, упражнений, типа выйдите в юбки, покружитесь в поле, и там придёт к вам энергия любви. Ну, вот это вот все странные вещи. Мы обычно рассказываем про психологические методики, вот такие вещи. Но очень часто во всяких этих курсах про условные здоровые отношения, про гармонию в семье, как найти мужчину и так далее и тому подобное, ну, я говорю про мужчину сейчас, Алан, потому что чаще всего мужская сторона этой истории строится курсы пикапа. Да, да, да. То есть я сейчас говорю про то, что как маркетинг это подойдёт в любом случае, и как работает на женскую аудиторию. Я думаю, все из вас когда-то натыкались на таких вот коучей, и из интереса открывали их посты. Ну, наверняка каждый из вас это делал. Конечно. Да, и вовсе интересно. Но там всегда строится всё на том, что необходимо как-то выстроить отношения полностью на каких-то манипуляциях. Что-то вроде... Если вы всегда будете мужчине улыбаться и всегда встречать его после работы счастливое и довольное, то тогда вот он будет покупать вам дорогие подарки. И вот что-то в таком ключе. Это, на мой взгляд, какая-то гнилая тема. Абсолютно гнилая тема. И я сомневаюсь, что есть хоть одна женщина, которая каждый день встречала мужчину, улыбалась, получала дорогие подарки только за то, что она улыбалась с одним из каких-то внутренних порывов мужчины. Ну, просто есть же вот эта тема. И сейчас, возможно, сейчас скажешь, Лиза, из какой пещеры ты выросла, вылезла вообще. Но я такое вижу. А вот того, что есть какая-то странная история. Вот, например, пример людей, которых я лично знаю. Баночка слёз. Так, что это такое? Не сразу не слышала. Семья. Есть дети. То есть это даже не отношения, а-ля там вчера познакомились, или там им по 20 лет. Нет. И есть баночка. На ней написано «Баночка слёз». Я спрашиваю, а что это? Она говорит, ну вот каждый раз, когда меня муж до слёз доводит, он кладёт туда деньги, а потом он на себе что-то покупает. Вы бы видели сейчас лицо танец. Я выпала, да. Из той же серии, из той же серии, да, из моей неблагополучной среды, из пещеры. Ну вот, я была такой хорошей в этом месяце, там, типа, убиралась, готовила, то-сё, третье, десятое. Вот заработала себе на Dyson. Отработала я такая, что? Ну, это социальные установки, это даже больше не манипуляции, это вот эти модели поведения, которые нам транслируются, транслируются через сериалы первого, второго канала, транслируются через какие-то вот истории, советы бабушек. То есть здесь даже нельзя сказать, что это манипуляция. В манипуляцию это превращается, когда женщина показывает эту модель, что вот, я живу по такому принципу. Я заплакала, ты мне заплатил. Я заплакала, ты мне заплатил. И вот... Так и ещё эта женщина к этому привыкает, к чему мужчина так делает? Вместо того, чтобы поговорить, ну, если вот был какой-то, был какой-то конфликт в отношениях, некоторые мужчины предпочитают просто там купиться подарком. Сразу купиться, да. Цветы принести, подарок. Если там крупная история, то там крупнее подарок. И всё, типа, искать прости. То есть никакого разбора отношений через рот потом не будет. Потому что он привык, что, типа, всё, условно, кэш отстегнул, проблему решил. Да, это просто способ решения проблемы, который, к сожалению, навязывается, навязывается молоденьким девочкам. Вот, так что здесь нельзя сказать, что это манипуляция. Манипуляция это становится, если женщина уже начинает давить на это. То есть она знает привычную модель мужа, грубо говоря. Я заплакала, дал денег. И вот когда она начинает уже специально плакать, чтобы получить денег, это уже становится манипуляцией. Или, наоборот, специально плакать, чтобы сказать, а вот ты от меня хочешь откупиться. То есть вот когда она начинает использовать вот эту привычную модель, чтобы добиться каких-то своих результатов, тогда можно сказать, что это манипуляция так, это просто абсолютно нездоровая семейная модель. Алан как-то сейчас вы не видели, просто вы его сдали и сел смотреть. Я просто баночка слёз. Для меня это что-то вообще... Ты всё ещё о ней думаешь? Да, ну как это так, типа... Она что, ну вот сидит и баночку к глазам? Не, ну каждый раз, когда они спорят и доводят её до истерики, там как бы с двух сторон, я не говорю, что там муж виноват, там как бы со всех сторон спорная модель отношений, я бы так сказала. Предлагаю по чайку. Слушайте, ещё у меня вопрос. Вот ты говоришь, что... Я привожу к примеру, типа, да, нет, это манипуляция. Такая, это шантаж. А где разница между шантажом и манипуляцией? И шантаж это всегда плохо? Шантаж это всегда плохо. Вот, а манипуляция, смотри, манипуляция это то, когда ты стараешься человека вывести на то, чтобы он якобы сам принял это решение. И якобы он сам решил, что он хочет так сделать. А шантаж... Вспоминаю все истории, да? Ладно, поделись со всем классом. Нет. Давай, я расскажу. А шантаж это момент, когда ты говоришь, если ты так не сделаешь, то я поступлю вот так. Слушайте, ну мне кажется... И тогда получается, что ты... Это честнее просто так сказать. Вместо того, чтобы очень долго вот эту всю проводить работу, просто сказать, давайте, либо, ну, условно, ты это делаешь, либо нет. Ну, то есть, вы всё. Это как мне кажется... Мне кажется, может быть, я гнилой человек, мне кажется, это более честная история. Ну, я с тобой с собой шесть, но только тут надо понимать, что... Нет, я не говорю, что каждый раз. Нет. Либо ты этим, не знаю, там, либо ты покупаешь машину, не знаю, что я вдруг на такую большую штуку позарилась, ладно, там, телефон, я не знаю, почему сравнись. Ладно, ты перестаёшь оставлять чайные пакетики из-под чая в раковине, либо я ухожу. Нет. Ну, надо здесь быть готовой, что придётся уйти, если что. Я всегда готова уйти. Вот. Пацан сказал, пацан сделан, ну, ты же меня знаешь, я всегда, когда такое говорю, вся готова. Нет, нет. Ну, а мультимант такой, в общем, либо ты начинаешь выбрасывать пакетики от чая в мусорку и не оставлять их в раковине, либо сам мою же собой посуду всегда. Ну, если ты потом действительно готова жить с горой грязной посуды и не мыть её, то это, ну, нормальная, как бы, просто ультиматум. Это можно, ну, назвать ультиматумом, а не шантажом. Шантажисты, я настолько упертая, что я, знаешь, типа, испы, испы. Я иногда говорю, Лиза, остановись. Из принципа я могу, знаешь, и в грязной посуде сидеть, не чтобы доказать, что я была права. Но вот шантажисты редко, на самом деле, делают то, чем они грозятся. А, и это, наоборот, и это, наоборот, так, о, да всё равно ничего не сделать. А то есть, если я скажу, либо ты это делаешь, либо я убью себя, если я готова убить себя, всё нормально, в этом нет ничего плохого. Это шутка, друзья, это шутка. Я шучу. Да мы уже и так здесь наговорили. Мы дошутили, да? На токсик медаль. Мы уже лучше точно не станем в глазах. Слушай, наприк, Испирс не извинялась за то, что она токсик, и смотри, какую карьеру она сделала. Ну, просто мне вот, мне не нравится вся эта манипулятивная история. Она как-то меня отталкивает, потому что мне кажется, это какая-то такая, вот это подталкивание мягкое всё. С тобой как будто с ребёнком говорят, или ты как с ребёнком, с человеком говоришь. Все же взрослые люди. Говоришь, слушай, давай поговорим, почему ты так делаешь. Решим. Если ты так, ну, вот нашли корень проблемы. Если ты готов изменить, или я готова там изменить, это с моей стороны косяк, то, ну, то, что, ну, как я понимаю, то хорошо. Если нет, то, ну, а зачем как бы дальше двигаться? Я сейчас не про пакетики говорю, но ты сейчас конструктивно сказала. Шантаж — это манипуляция, когда ты уверена, что он сделает так только потому, что он боится последствий. Вот. Понимаешь? Тут понта нету, когда ты не можешь сам это сделать. Ты вот наверняка чувствовала, когда тобой манипулируют. У меня попадалось... В романтических отношениях я как-то быстро проскочила эту стадию. Мне, видимо, кажется, вот тот чел, который угрожал мне, что убьёт себя, он как-то очень сильно быстро... Уровень с боссом. Да-да. Ты сразу снял с меня розовые очки, там, когда мне было 19-20 лет было на тот момент. И дальше я как-то уже более осознанно к этим вещам относилась. Но и сейчас друзья манипулировали. У меня была подружка, которая постоянно манипулировала своей болезнью. И я, типа, что-то там делала, помогала ей по учёбе, ещё что-то, денег занимала. И я только потом уже, через какое-то время, ну вот прям, когда мы перестали общаться, поняла, что это были прям жёсткие манипуляции. Она манипулировала, ну, моей жалостью, типа, сочувствием по поводу того, что она болеет. Там чуть-чуть то, сразу я болею. А вот в моменте бывает такое, что кто-то пытается сманипулировать, и ты чувствуешь? Ну, сейчас я это понимаю, да. И как ты что-то чувствуешь? Ну, смотри, какая ситуация и с кем. Сразу говорю, это не пройдёт. Ну, то есть, спасибо. Вот. А если не хочется... Ну, как бы, если бы такая ситуация, когда человек просто очень эмоциональный, ты знаешь, что сейчас это выведется на скандал. Либо там, знаете, много зрителей. Либо это какая-то ситуация, где-то людей не очень хорошо, например, знаешь, они там, знаете, вот тебя, как бы, пришли, познакомили, ну, вот, например, родители, чьи-то родители. Там тебе, например, говорят, знаете, вот эта история про манипуляции такого уровня, когда там знакомишься с чем-то родителями, они такие, ой, а мне вот говорили, что... А вот ты что, вы в бар ходили недавно, вот? А вот знаете, что, вот не ходят приличные девушки в бар, и вот что ты об этом думаешь? Ты такой, ну, как бы, я, конечно же, буду молчать. Ну, как бы, ты что взрослый? Ну, как бы, я его больше не увижу. Вот. Ты стараешься обойти, мягко... Я стараюсь соскользнуть. Однако, если это люди, которые постоянно в круге моего общения, я, конечно, сразу говорю, ну, знаешь что, идёт лесом. Не, ну, я вот... Я понимаю, о каких манипуляциях ты говоришь, и да, когда ты чувствуешь негативную манипуляцию, я тоже такой, не-не-не-не, стопим. Но иногда так красиво манипулируешь, ты такой, ты понимаешь, что ты его манипулировал, но так красиво сделал, что ты такой... Ну, и ладно. Я понял. Да, ты сманипулировал, но я сделал. Это прикольно. Это было классно. И даже самая, самая тоже такая простая, добрая, на мой взгляд, манипуляция, это когда, слушай, ты как профессионал с этим лучше справишься. Можешь это... Через похвалу. Да. Не знаю, для меня всегда мне так говорят, я прям вижу красной надписью, нам не на кого скинуть эту работу. Пожалуйста, переработай. Ладно. Я прям такая, о, привет. Тут ещё, знаете, ну, я считаю, что... Ну, да от кого ещё это манипуляция? Ну, понятное дело, да, что если смотря от кого, это манипуляция. Ну, и знаете, не знаю, мне кажется, безобидная манипуляция, это только в духе... Меня вот так умиляет, это когда в сервисе, знаете, официанты, например, официанты сейчас бывают, и там баристы, безумно харизматичные люди, понятно, на такой работе, по-другому, мне кажется, не выживешь. И вот ты приходишь, и ты говоришь, почему мы так долго ждём? А он такой, ну, понятное дело, мне зубы заговаривают, ну, ладно. Да, да, да. Кстати, для этого даже есть отдельный принцип, вот в принципах манипуляции, это принцип благорасположения, который говорит о том, что мы свойственны доверять и свойственны делать так, как нас просят люди, которые нравятся нам внешне, которые делают нам комплименты, которые давят на что-то общее, допустим, они могут сказать, вот, у нас с тобой есть общая подруга, давай я тебя подвезу. Звучит, как люди, которые тебе, эй, он впахивал в паре. Ну, по факту, да, или помните вот эти истории с пылесосами, не знаю, было ли это в Питере, я просто сталкиваюсь с этим не в Питере, когда такие красивые мальчики в рубашках, в пиджаках ходили в дома, чистили ковры, продавали пылесосы за 200 тысяч. И тут действительно был акцент сделан на том, что это манипуляция через то, что это красивый мальчик, который пришёл домой к какой-то там охозяйке, нахвалил её ковёр, нахвалил её внешность, и потом сказал, ну, всего там... Слушайте, ну, это как хосты, которые, знаете, есть... У них хосты, которые встречают в ресторанах... Хосты. Нет-нет, именно хосты они тоже называются. Те, которые сидят... Хосты вот они встречают, а есть хосты, они прямо так хосты называются, я не знаю, правда, есть ли это в России, такое есть точно в Азии. Там, где ты... Нет, я сейчас вот про этих. Которые сидят в кафе и ресторанах, это обычно очень красивые девушки или очень красивые парни, которые типа тусуются, пьют с гостями и заставляют их тратить больше. Текила-гёрл. Нет, нет, они прямо не выглядят, они выглядят, как обычные посетители. Просто они там на зарплате, и чем больше стол, за которым они сядут, закажут, и с которым они тусуются, тем больше они получат бонус. Это просто очень красивые люди. Во-первых, люди, когда видят других красивых людей, охотнее заходят в это кафе, в этот бар, заведение, и они типа ведут разговор, уговаривают что-то купить. То есть это даже вот такая, ну, как бы, манипулятивная история, которая вообще находится, видимо, на грани где-то с законодательством, но очень базе распространена. Вот. Мне кажется, это вот из этой серии. Но я у нас не сталкивалась с такими. Ну, видимо, в России такого нет, и только в Азии такое. Ну, у нас оно есть, я читал эти истории, но это не совсем уже нормально. То есть мне кажется, вот здесь то, о чём ты говоришь, это такое, типа, как дополнительно приукрасить своё заведение, дополнительно привлечь, не борщить. А у нас эти истории, я слышал, как борщат. Ох, как борщат. Они там просто находят людей, каких-то мужичков, которые просто вот с ними на улице знакомятся, а пойдём вот в заведение в ресторан, туда-то, туда-то. Конкретный ресторан. Ну, это уже точно на грани. Да, это уже как-то незаконно звучит. Нет-нет, там просто люди все, ну, сидят на зарплате внутри заведения, и вот. Часто, кстати говоря, ну, люди даже знают, что там работают хосты, и ты можешь вот прям конкретному хосту с ним потусовать. То есть люди тусуются, и им за это. Прикольно. Мне кажется, они ужасно устают быть милыми с людьми на протяжении... Сидеть, пить, кайфовать на протяжении долгого времени. За чужой счёт. Бедные люди. Не-не-не. Я не знаю, сколько они должны были бы заплатить за такое, что быть вежливыми и милыми со всеми. Очень большие деньги. А прикинь, у тебя были бы постоянники, которые вот как раз-таки любили, что ты там не вежливая, споришь с ним. Это хост-доминаторик салон. Ну что, бахнем чайку. Ладно, давайте вернёмся к теме манипуляции. Я вот уверена, что есть огромное количество мужских лайфхаков, которые строятся на манипуляциях. Алан забегал глазами. Я сейчас расскажу это. Ой, тебе так идёт твой более естественный цвет волос. Слушай, ты сегодня с вами не накрасилась, тебе намного лучше. Так вкусно было. Я себя таким счастливым чувствую, как ты что-то готовишь. Это всё прекрасно лезть, но есть именно манипулятивные техники, которые, допустим, там девушка сказала тебе нет. Давай, Лан, расскажи. Ты сам отказался, а потом она после этого проявляет инициативу. Это вот прям такой очень жёсткий лайфхак, который как раз-таки основывается на том, что мы откатываемся, если мы кого-то, не дай бог, как-то видели. Вот с девушками, мне кажется, это работает прекрасно. Я прям уверена, что есть список вот этих мужских лайфхаков, манипуляций. Лан, давай, ну что ты? Я не веду его. Я не веду этот список. Ну ты же знаешь. Оно получается интуитивное. Ну давай, расскажи нам. Интуитивный мастер манипуляций. Давай, Лан. Нет, я не про то, что типа я мастер манипуляций. Просто так получается, что, я не знаю, реально нас как будто общество взрастило. Вот это ещё добытчик ты должен. Нет, это не всегда. Нет, и вот это всё прочее. И всегда, поэтому ты, если что-то хочешь, ты можешь реально свести это на, ну если не получил, на обиду. Ну вот, ладно, ладно. В этот раз нет. Хорошо. И вот это, и всё. И как бы продолжил разговор, всё нормально. У вас такое как ведётся? Да. Я на такое велась, наверное, лет в 16, когда ты отказываешь парню, а он так расстраивается, потому что как ты могла подумать, что вот от тебя... Можно поподробнее? Может, я не поняла? Можете поподробнее для... для людей, не понимающих намёков. Тут не намёки. Тут не намёки. Тут не намёки. Можете рассказать? Я не понимаю, о чём вы говорите. Друзья, если вы тоже не поняли, пишите в комментариях, а то есть это тупое чувство. Смотри, прямым текстом говорит, что ну как бы нам пора... Что пора? Сексом занять? Да. Ну вот так и скажи, что ты ходишь вокруг. Ты ему отказываешь, потому что типа нет, ну ты что, ещё не пора. Он обижается. Ну как обижается? Ну не обижается, такой, ну ладно. И больше ничего не делает. И ты такая, блин, ничего не делает. Видимо, ему нужно было не только это. И идёшь, и сдаёшься. А ещё здесь можно надавить на то, что... И что, это работает? Постоянно. Это маленькая девушка. Ну, блин, не маленькая. Да не только, ну что ты. Да, да. Анна, когда ты ещё не... Когда ты ещё не происполнился. ...установилась как личность и не понимаешь, что происходит. Ладно, хорошо, я в шоке, что такое спасибо. Когда ты дошёл до границы, ты как бы прочувствовал эту границу, тебе сказали нет. Ты такой, да нет, ты что, я вообще... Нет, нет, нет. И как бы ты останавливаешь свои действия, при этом проговариваешь, что нет, я как бы не хочу сделать тебе неприятно, чтобы ты не чувствовал себя некомфортно. А разве это не норма? Они делают это специально. А-а-а. Вау. Мне ещё просто с другой планеты свалилось. Да, как бы это выглядит как норма. Ты говоришь, я не хочу твои границы нарушать. Только тогда, когда ты будешь готова. И когда ты говоришь, что я не буду нарушать твои границы, ты как бы говоришь, что белый флаг, всё хорошо, я не пришёл завоёвывать сюда. И вот тут-то двери все распахиваются, потому что защиту больше не нужно держать. И здесь уже проще как бы дойти там до поцелуя. Опять-таки такое, в моменте поцелуя нужно, чтобы не она остановилась, а чтобы ты остановился такой. Я не напираю. Всё хорошо. Это ещё больше тебя располагает. Человек потом дальше-дальше. Ну, вот эти вот зоны, базы и так далее. Мы все фильмы смотрели. И, конечно же, каждый раз проговаривая. Какая база? Я, кстати, не знаю. Просто в разных фильмах по-разному называют. И никогда... Она говорит, а в одном фильме они говорят, третий, в другом четвёртый. Я такая, в смысле, я думаю, всего три базы. Что на четвёртый происходит? Ну, вот. И как бы каждый раз ты говоришь вот это вот. Это может за один вечер быть. Блин, знаете, что я сейчас поняла, что на самом деле теперь как-то некоторые ситуации в моей жизни по-другому. Просто если мне говорят, ой, прости, я такая, ну, правильно, окей. И пошла дальше. Вот почему люди потом обижались через какое-то время. А я-то типа такая, супер, чел, молодец, так же и надо. И дальше пошла без задним. Вау. Ну, что ж, хочется вернуться в свои, в 22 года и в летний, господи, на летнюю программу медиа-студенческой журналисты, скажите, Лиза, не думай, что после этого проблем не будет. Кстати, ну, вот сейчас, наоборот, стало интереснее, когда это не работает. Потому что ты такой, ну, блин. Ну, всё, ты не сработала, да? Алан так популярен у женщин, что ему нужен вызов. Нет. Расчихай, айти. Что-то кого ты из меня делаешь вообще? А ты сам это говоришь? Я ничего не делаю. Да нет, но всё равно... Да, господи, ладно. Давай ещё лайфхаки, которые могут спасти миллионы девичьих душ. Да, блин. Могу рассказать, как девчонки манипулируют? Давай, да. Давайте, чтобы честно было, один в один. Есть такая история, ну, я не знаю, мне тоже кажется, что это базовая история, и все это, ну, все об этом знают. Не то, что всё делают, но то, что это очевидная штука. Но, с другой стороны, я тут открыла для себя какие-то новые вещи, поэтому вот. Вот есть парень, и что-то там началось, и чтобы парень сделал первый шаг, нужно немножко исчезнуть. Типа, исчезнуть, и вот появиться, появиться, типа, там, с другим парнем, или в сторис кого-то показать, или показать, типа, подарки в сторис, или показать тусовку, типа, смотри, я не жду твоего звонка, я тут вообще живу полной, насыщенной жизнью. И сразу, чаще всего работает. Да, в народе недотрога называется. Вот. Потому что народ учит быть завоевателями. Как так? Ты вроде тут уже обозначил территорию, а она еще кого-то сюда позвала. Так что это тоже манипуляцию, можно прям записать в список. Тут и в обратную сторону. А, и вспомнила еще манипуляцию, как выводить на... Я ее не использую, но я знаю, что эта штука работает, потому что она работает вообще со всеми людьми, не только в отношениях. Когда ты чувствуешь, что думаешь, что что-то не так, но не можешь понять, что, и ты не получается выяснить, или ты просто хочешь человека держать в напряжении, ну, знаете, чтобы он знал, что тебя не обмануть. Ты говоришь в рандомный момент, времени вообще никак не связано, никто абсолютно, никто. Ты такой, ты ничего не хочешь мне сказать? А потом так... И все. И человек сломается, пройдет три, два, один, и он просто сорвется. Вот есть такая манипуляция. У меня есть история, это не в отношениях. Мы тогда... Да, конечно. Сейчас поймешь из контекста, почему это не в отношениях. Мы с приятелем работали тогда в ночные смены, и, короче, мы думали, что там были камеры, а мы дурачились. Ну, типа, прям вот жутко дурачились. Мы понимали, что нам завтра влетит. По-любому в камеры посмотрят, и как бы влетит. Угорали, бесились и так далее, и тому подобное. На следующий день приходим на смену с приятелем, и вот выходит менеджер. Чтобы вы понимали, в этот день у менеджера было хорошее настроение. Это наша... До сих пор с ней общаюсь, очень хорошая подруга моя. Она говорит, я думаю, вот сейчас придут эти двое. Ну, как, приколиста. Так, без мата буду говорить. Что-то им надо вот закатить. И она выходит, мы только вдвоем пришли на смену, как раз на улице встретились. Пришли, и она говорит, вы ничего не хотите мне сказать? И этот мой приятель как на духу. Кто-то сломается, кто-то всегда сломается. Ты узнала, блин, мы не думали, что так... А я сижу молчу, думаю, молчи, блин. Это всегда так работает. Ну и все. Она даже не знала этого. Она такая, да ладно. Ну и, конечно же, нас... Штрафанули? Да. Слушайте, ну это всегда первое правило. Если ты не хочешь на чем-то попасться, всегда молчи да послёй. Держи самую тупую отмазку. Возможность работает. Это был я. Слушайте, вот по поводу манипуляции, а как защититься от манипуляций нездоровых? Понятное дело, что мы все должны ходить к психологу, проработать детские травмы, отношения с мамой и папой, чувство ненужности, какие там ещё есть истории, желание близости взамен всего. Ну скажите, страсть к зависимым отношениям, как защититься всё равно от манипуляций? Ну мне кажется, что здесь такой первый совет, что если тебе показалось, что что-то не то, то точно что-то не то. Вот. Поэтому здесь, в принципе, просто начать отслеживать эти ситуации, чтобы понять, насколько часто они проявляются в отношениях и вообще, насколько, какую роль они играют. То есть таким постараться отстраниться и свежим взглядом посмотреть. Ну и потом нужно точно посмотреть, ну попытаться для себя хотя бы понять, чего человек пытается этим добиться. То есть он самоутверждается этими манипуляциями или он хочет каких-то действий от себя, которые можно было действительно просто сказать, а давай вот так вот сделаем. Ну и дальше уже в зависимости от того, чего хочет этот человек, решать, насколько для тебя это приемлемо или неприемлемо. И говорить о том, что я вижу, что ты сейчас стараешься сыграть там на моей боязни чего-то или там на моём каком-то внутреннем страхе. Я не буду так делать. То есть просто прямо в лицо об этом говорить и говорить много раз. Если до человека не доходит и он не меняет свою модель поведения, то действительно, к сожалению, менять человека, ну то есть расставаться. А как вот бороться против манипуляций, про которые Алан говорил, я понимаю, такая болезненная штука, я от многих слышу, это про молчание. Ну то есть вот когда человек тебя... Как это? Газгольдер? Нет. Газлайтник. Газлайтник другое. Кстати, тоже манипуляция. Ну, Газлайтник, это, конечно, отдельная тема. Мне кажется, надо отдельный подкаст про не записывать, про Газлайт. Ну вот, а как справиться с нам? Давай вот с молчанием, наказанием молчания. С наказанием молчания, ну, либо идти не очень хорошим путём и делать вид, что ты не видишь этого молчания. У нас сегодня подкаст плохих советов. Подкаст плохих советов, ну это как бы такой самый... Бытовой подкаст. Самый жёсткий способ, то есть ты действительно не замечаешь это молчание, оно рано или поздно прорывается. Тут у кого воля сильнее. Да, оно прорывается, и ты говоришь, это не ок, что ты молчала. Я не должен уметь читать твои мысли. Вот, но либо сразу идти с фразой, что я не должен уметь читать твои мысли. Если я тебя чем-то обидел, скажи об этом. Если действительно ничего не случилось, то я дальше продолжу вести себя так, как будто ничего не случилось. И как бы вот это сразу же обозначение, что я дальше продолжу вести себя так, что ничего не случилось, оно обычно выведет на действительную причину, что там произошло. предлагаю по чайку а вот что делать ты за собой замечаешь что ты манипулируешь нездорово или вот прям ты такой я не буду этого делать опа ты уже это сделал вот как с собой справляться потому что на самом деле сейчас все говорят про вот эти здоровые отношения экологичные отношения так далее но в нашей культуре это так в такую точку пришло что ты постоянно всех вокруг обвиняешь но мне кажется первое это правило во всей этой истории это ну за собой это проследить и понять что прекратить так делать ну если это не повод пойти к психотерапевту это повод пойти к психотерапевту да что от вас психологов еще слышу у нас все повод пойти к психотерапевту но во первых начинать отслеживать эти ситуации начинать отслеживать причины то есть почему я поступил так а не иначе и прям можно прям письменно прорабатывать что можно было сделать как можно было добиться того чего я хотела вот этим вот своим показательным молчанием по-другому и просто анализировать все случаи, на которых ты сама себя ловишь. То есть какие эмоции тебя толкнули на это, какие эмоции ты испытала после того, как это произошло, можно ли было решить это по-другому. И вот такой анализ и контроль себя в этих ситуациях, оно приведёт к тому, что рано или поздно ты просто начнёшь сознательно отказываться от этих ситуаций до того, как они произошли. А почему мы вообще манипулируем? Почему идём на эти, имею в виду на грязные манипуляции? Почему мы к ним возвращаемся? Почему вот манипуляторы, я ещё не говорю, что я говорю, что мы с Аланом прям сидим целыми днями, манипулируем людьми. Нет, ну в целом, почему манипулятор? Просто не хочется демонизировать человека с манипуляциями. Он идёт на они по манипуляции. Ну, особенно, когда это какие-то прям нездоровые. Да, ну, во-первых, потому что нас этому учат. Да, нас этому учат прям с рождения. Мы смотрим, как это всё происходит. Мы смотрим фильмы, нам советуют друзья. Мэлла. Да, да, да. Нам советуют друзья, вот эти лёгкие лайфхаки, манипуляции. И, в принципе, мы такие, ну, раз в культуре всё так принято, все так делают, я так тоже могу делать, потому что нам свойственно вести себя так, как делают себя люди, похожие на меня. Вот. Ну и потом, это очень часто самый лёгкий способ для себя, то есть способ защитить себя, то есть не показывая своих эмоций, сказать человеку о чём-то другом. То есть это страх? От страха открыться, от страха поговорить напрямую честно. От страха то, что как бы моя прямая попытка, если не удастся, то это будет для меня поражение. А если моя манипуляция не удастся, то как бы можно не записывать это в список своих провалов. То есть в следующий раз, когда ты будешь манипулировать, такой, чего ты боишься? Чего ты боишься? Трус. А? Скажи. Давай. Нет, мы так не будем делать. Очень интересно. На самом деле, вот эта история с манипуляциями, она всегда... Вот у меня вопрос. Если человек очень много... Ты чувствуешь, что есть манипуляции в отношениях, стоит ли этих отношений бояться? Сейчас же у нас идёт такой, знаете, поиск абьюзера в отношениях и так далее. Я не считаю, что плохо. Я, конечно, иронизирую, потому что иногда это заходит... Ну, странный форум приобретает. Но в Царм я считаю, что правильно, что мы вообще задумались над осилием в психологическом отношениях, а не стерпится-слюбится, никогда не расставайтесь. И любой какой, лишь бы мой. Ну, то есть вот эта история. Слава богу, что мы переживаем. Но в целом, если вы чувствуете, что как в отношениях человек манипулирует, стоит ли с ним дальше оставаться? Нет? Я думаю, что если ты уже начинаешь акцентироваться на том, что ты видишь, что человек много манипулирует тобой, то здесь становится такая манипуляция ради манипуляции. То есть человек получает удовольствие от этого манипулирования, тогда действительно стоит расходиться, потому что это всё будет приобретать уже другие масштабы, там действительно уже начнётся жёсткий абьюз. Манипуляция просто ради того, чтобы вывести тебя на какие-то действия. То есть если человек постоянно манипулирует, даже там, когда не надо, даже не тогда, когда это просто... Ну, как я понимаю, нормальная манипуляция, когда это более мягкий способ решить какую-то проблему, подвести человека к той вещь, которая ему будет полезна. Например, давайте к более здоровому питанию потолкнуть семью, вашу пару, или как-то решить какую-то проблему ещё и так далее и тому подобное. Окей, это нормально. Но если человек постоянно упивается манипуляциями, значит, следующий шаг – это уже абьюз. Ну, смотри, здесь может быть такой момент, что человек действительно не умеет по-другому решать свои вопросы и добиваться своего, и, возможно, он бы и не хотел манипулировать. То есть тут нужно с ним проговорить, потому что я вижу, что ты постоянно пытаешься от меня добиться чего-то вот таким-то способом. Давай, как бы, если ты в следующий раз захочешь, чтобы я что-то сделал, ты мне скажешь об этом вот так, по-другому. И если для человека это не проблема, и он готов изменить там свою модель поведения, то, возможно, не стоит сразу же разрывать отношения и молча убегать. Вот. Но если человек продолжает так себя вести, то здесь действительно речь уже идёт о том, что он просто так себя ведёт, потому что ему нравится манипулировать и играть на твоих чувствах. Он очень боится мир. Знаете, я вспомнила... Нет, возможно, он просто хочет хакнуть этот мир, то есть он просто преисполнился тем, что я готов играть в дни. В моих поступках нету логики. Я не умею жить по-другому. Эти песни, милат, для очень нездоровых отношений, мы их много слушаем тут на работе. Я их слушаю, каждый раз думаю... А если хочешь идти, иди. Да. Салют, Вера. А, не хочешь идти, иди, это разве Милатзе? Это Киркоров. Да, но вообще, в целом, вот почитайте тексты, Милатзе, там очень много нездоровых паттернов отношений. При всей моей... Я обожаю Милатзе, если что. Это так грустно. Я даже никогда не задумывался о текстах. Без вина. Надо послушать их без вина. Надо послушать их не на корпорате, Алан. Причём наизусть точно помню, но вот я не помню, о чём. Я считаю, что про отношения. Вот есть манипуляторы, и если вступать в отношения с манипуляторами, надо быть готовым, что там будут манипуляции. А менять другого человека... Попробуйте обыграть манипуляторы. Ну, вот правда. Это шутка, это шутка, это нездоровая тема. Чего ждать в отношениях от манипулятора, если он манипулятор, что он изменится, ему комфортно жить... А как ты поймёшь, что он манипулятор до отношений? Ну, как, надо... Всё, идти на ли пиши? Я манипулятор. Нет, ну всё равно это же, это, это видно. Хорошо, а как это видно, расскажи, Алла? Я не знаю, мне кажется, это сразу же, когда вот такие начинаются вопросики, когда вы только на отношениях, ну, вы же говорите, вы разговариваете, ты спрашиваешь что-то, и тебе, если там на том конце говорят, ну, для меня, я считаю, что вот это неприемлемо, я бы не хотел или не хотела, чтобы в отношениях мой молодой человек или там девушка делала вот это, я буду против этого. Ты уже слышишь для себя, ага, какую-то галочку. А это манипуляция? Нет, он просто обозначил свои границы, свои требования. Он обозначил. Деритесь. Он обозначил, человек, эти вещи, но... То есть ты не хочешь встречаться с людьми, у которых есть личные границы или что? Нет, я хочу встречаться с людьми, у которых есть свои личные границы, но никогда это... Я не об этом сейчас вообще, я говорил о том, что не надо пытаться манипулятора переделывать, а потому что это тоже своего рода манипуляция или как бы... Так он может за собой не осознавать, что он манипулирует, понимаешь? То есть ему в любом случае изначально нужно показать, что ты вот здесь ведёшь себя не ок, и это можно решить по-другому. А вот если он после этого такой, типа, и что? Да, и что, типа, мне кажется, всё, и тогда нет смысла его переделывать, тогда уходят. Ну, многие люди такие, нет, я изменю. Спасу. Да, спасу. Не надо. Слушайте, не заниматься спасательством, мне кажется, это первое должно быть правило в любых отношениях. Если вам кажется, что человек без вас не выживет, то... Ну, это же не ваш ребёнок, чтобы его спасать. Да, а ещё есть пары, в которых всё на манипуляциях задействовано, и они счастливы. И пусть они так живут. То их тоже менять вот со стороны, типа, вы так поступаете, это немножко некомфортно. Вот, типа, про... Я не говорю, что ты так делала, но есть люди, которые вы про вот эти слёзы увидели, и вы начали говорить, это неправильно. Вот к ним в лицо. Нет, я промолчала. Это просто вот это... Эти люди с баночкой слёз меня учат жизни постоянно. Ну, и двоих всё устраивает. Их двоих всё устраивает, да. И пусть они так и живут. А если человек постоянно жалуется на такие вещи? Знаете, вот есть люди в несчастных отношениях, которые жалуются постоянно. А им кайфово от того, что они жалуются. Тоже слышал часто. Я раньше переживал об этом. Мне было такое, ох, блин, надо помочь. Если жалуются, значит, надо совет какой-то дать. Да ему просто... Вот они пожаловались. Ты сегодня там на партнёра закусил своего приятеля или подруги. Что сделал закусил? Закусил. Ну, это как будто немножко так вот взъелся, немножко обиделся, немножко так вот... Здравствуйте, я с вами Алан. И рубрика словарь, не словарь Dead Insider, или что это? Так вот, ты немножко закусил на партнёра своего друга или подруги. А они завтра уже помирились, всё идеально. И поэтому для меня сейчас правило, всё, что мне не говорят, я пропускаю мимо ушей, я могу пожалеть, я могу... Но внутренне я никак не проникаюсь. Сами разберутся. Если там не физическое насилие, то это важный момент. Да. Ну, в рамках реально разумного. Потому что есть и моральное же насилие, как это называется правильно? Психологическое насилие. Психологическое насилие. Это же тоже жёсткое. Ну да, да. Ух, тема такая душная. Или у нас просто жарко в Питере. Таня, какое ты дашь напутствие всем тем, кто хочет узнать, ну, вот просто разобраться в манипуляциях и избегать их? Ну, во-первых, да, действительно, прям открыть что-то, почитать про манипуляции, чтобы увидеть, какие там есть модели манипуляций, увидеть, какие есть формы манипуляций. Например, наш курс посмотреть по подписке. У нас есть курс про манипуляции и манипуляции. Да, очень круто, да. Прям открывать курс, смотреть про манипуляции, понимать, что происходит, и начинать анализировать свою жизнь, как часто вы принимаете, применяете какие-то техники, как часто в вашу сторону применяют какие-то техники, потому что часто просто понимание того, что определённые действия есть манипуляции, уже меняет ситуацию. Ну что, друзья, великолепный совет. Нам есть с Аланом о чём подумать. Итак, если вы видите Алана в Тиндере, знайте, он раскусит вас манипулятором. Не пытаетесь провести этого парня, он закусит или как? Что ты там вообще сказал? Что это за сленг? Я сказала тут Dead Insight, теперь думаю, что вообще какой-то бумерский термин. Друзья, напоминаю вам, что специально для тех, кто хочет разобраться не только с манипуляциями, но и со всеми другими проблемами, с которыми сталкивается взрослый человек, у нас в подборке есть решение, у нас есть программа, счастливая программа для тех, кто хочет стать счастливым, бесплатная подборка курсов. В описании нашего подкаста переходите и будьте счастливы. И как там? Берегите себя и своих близких от манипуляций. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем большое. Ребята, Алан, Таня, спасибо вам большое. Лиза. Лиза, Алан. Да не сказал Таня. Лиза, Таня. Итак, напоминаю вам, Я еще кивал. Напоминаю вам, что мы есть абсолютно на всех подкаст-платформах, независимо от того, где вы нас слушаете, нас можно послушать и на других платформах. Не стесняйтесь нас искать. Мы называемся «Интроверт на кухне». Ставьте лайки, пишите комментарии и отзывы. Напишите, что вы думаете о манипуляции. Считаете ли вы, что шантаж – это плохо? И какие с кеми вы манипуляциями в жизни сталкивались? И как вы с ними справлялись? А может быть, вы себя ловили на манипуляциях? Что вы об этом думаете? Спасибо всем большое. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...